Asus K50i N относится к семейству 15-юмовых портативных ПК. При этом производитель рекомендует применять устройства в путешествиях и вообще часто носить с собой. Но обычно мультимедийность и портативность плохо сочетаются в одном ноутбуке. И тем интереснее узнать, что получилось в итоге у Asus K50i N. Модель поставляется в классическом компактном боксе с ручкой для переноски, внутри которого находится картонный пенал с батареей, шнуром и блоком питания. Также в глубине коробки мы найдем документацию, диски с программным обеспечением и сам ноутбук в противоударной упаковке. Как и многие другие популярные модели Asus, K50i N выполнен в обтекаемом стиле, характерном для тайваньской компании. Крышка ноутбука глянцевая, с ненавязчивым узором, упруго открывается и надежно фиксируется в нужном положении. Дисплей с диагональю 15,6 дюйма также глянцевый и имеет LED-подсветку. Качество изображения достаточно высокое, как и запас по яркости. Соотношение сторон широкоэкранное 16 к 9, что позволит с комфортом смотреть фильмы в таком формате. Разрешение составляет 1366 на 768 точек. Пластик основания ноутбука покрыт таким же узором, как и крышка. Он гладкий и приятный на ощупь. Клавиатура имеет отдельный цифровой блок. Клавиши крупные, с матовым покрытием, нажимаются мягко, но четко. Расположение кнопок близко к стандартному варианту, и это плюс. Из понравившихся особенностей отметим наличие дополнительной клавиши Enter в правом нижнем углу, совмещенной с функцией вызова калькулятора, что очень удобно. Интересно реализован тачпад. Он выполнен из того же материала, что и подставка для кистей, но немного утоплен, а на его поверхность нанесены точечные углубления. Такое решение неоднозначно повлияло на эргономику сенсорной панели. Палец, особенно влажный, по ней скользит с некоторым усилием. Кнопок тачпада две. Они выполнены из пластика с зеркальной поверхностью, из-за чего на них легко остаются отпечатки пальцев. Сами клавиши нажимаются легко и точно фиксируют клик. Из плюсов K50iN нужно отметить акустическую систему от Elte Clancy, которая звучит довольно хорошо. Мультимедийную направленность подчеркивает наличие качественной 1,3-мегапиксельной камеры и микрофона. Показатели шума и нагрева находятся в пределах допустимого и не мешают работе. Можно сказать, что вес ноутбука совсем не велик, как для мультимедийного устройства. Всего 2,6 кг с литий-ионной батареей на 6,4 кг. У нас на тестировании побывала модель K50iN с предустановленной OS Linux, но возможны и разновидности с Windows Fista Home Premium и Home Basic. Быстродействие ноутбука определяется сочетанием центрального процессора Intel Pentium Dual-Core T4200 с тактовой частотой 2 ГГц и чипсета NVIDIA с интегрированным видеоадаптером GeForce G102M. Также рассмотренная модификация Asus K50iN-T420SCELWW оснащена 2 ГБ оперативной памяти и жестким диском на 250 ГБ. Несмотря на оригинальность платформы, уровень производительности ноутбука довольно высок, в том числе и в играх. Конечно, нужно отдавать себе отчет в том, что видеокарта все же встроенная, а значит максимум, на что она способна – несложные трехмерные игры. Модель показала результат в 1397 баллов в 3DMark 2006 и 4573 балла в PCMark 2005. И это неплохой для своего класса результат. Но еще более приятное впечатление произвело на нас довольно длительное время автономной работы – почти 4 часа в режиме чтения. Таким образом, Asus K50iN будет уместно смотреться и в путешествии, и в стационарном применении. Функциональность Asus K50iN можно охарактеризовать как минимально достаточную. Ассортимент разъемов невелик, и расположены они не совсем традиционно. На левой грани размещен привод DVD SuperMulti и два порта USB. Спереди находится только картридер 3 в 1 с поддержкой карт памяти формата MMC, SD и MS. На правой грани находятся аудиовыходы, еще два разъема USB, выход VGA, а также розетка Ethernet и гнездо питания. Сзади расположены еще два отверстия для замка Kensington. В итоге, по нашему мнению, Asus действительно удалось создать модель, объединившую в себе неплохой уровень производительности и длительное время автономной работы. Нужно помнить при этом, что K50iN не является чемпионом ни в одной из этих дисциплин. Быстродействия хватит для комфортной работы с офисными приложениями, просмотра фильмов и запуска не слишком требовательных компьютерных игр. Ну а время автономной работы хоть и велико, но все же меньше, чем у ультра-портативных ПК.